МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Одесса вновь под ударом российских ракет и беспилотников". Этой ночью в Одессе был атакован морской вокзал в самом центре города, рядом с Потемкинской лестницей. В России этой ночью вновь сбивали беспилотники в Хурской, Брянской и Тульской областях. А в пятницу в аннексированном России и Крыму был атакован штаб Черноморского флота России. Почему российские военные объекты становятся все более уязвимыми и их все чаще поражают ракеты ВСУ? Обсудим в прямом эфире. Это программа «Утро» на канале Настоящее время. Сегодня понедельник, 25 сентября. И с главными новостями к этому утру вас познакомлю я, меня зовут Алексей Александров. Здравствуйте. В начале эфира традиционная просьба от редакции нашей программы. Если вы смотрите нас в фейсбуке или на ютуб-канале Настоящее время, обязательно подпишитесь и поставьте лайк этой трансляции, чтобы ее увидели как можно больше людей. Это кадры минувшей ночи из Одессы. Пожарные тушат пожар в здании гостиницы рядом с морским вокзалом Одессы. Сегодня ночью российская армия атаковала Одессу беспилотниками и ракетами. По данным ВСУ, результате атаки существенные повреждения получил морской вокзал в исторической части города, совсем рядом с Потемкинской лестницей. В соцсетях публикуют, в том числе, кадры вот этого привокзального отеля, отеля Одессы. Он много лет не работал, но был визитной карточкой города. Взрывной волной в нескольких домах рядом с Одесским мор-вокзалом и этой гостиницей выбиты окна. Там есть раненые. Кроме того, по данным украинских военных, ракетами были уничтожены зернохранилища в морском порту. По данным ВСУ, Одесса этой ночью была атакована 19 беспилотниками и 12 крылатыми ракетами «Кинжал», а также двумя сверхзвуковыми ракетами «Оникс». Также за минувшие сутки российские военные наносили удары, в том числе управляемыми авиабомбами по Херсону и Херсонской области. Об этом сообщил глава городской военной администрации. Херсона, Роман Мрачков, Херсонская область. От обстрелов за минувшие сутки погибли два человека, трое ранее. Ну а вот это вот уже кадры из Курска, кадры из России. В воскресенье в Курске отмечали День города, и в этот день Курск был атакован дронами. Под ударом оказалось здание местного управления ФСБ. Об этом сообщили агентство РБК «Украина» со ссылкой на источников украинской разведки, а также сообщило российское издание агентства, проанализировав видео из соцсетей. Губернатор Курской области Роман Старовой сообщил, что в результате атаки незначительно повреждена крыша административного здания, но праздничный салют в связи с атакой беспилотников мэр Курска все-таки отменил. Кроме этого, власти региона днем сообщили о работе ПВО возле Курска издания «Украинская правда» со ссылкой на источник украинской разведки, писала, что дроном был атакован нефтеперерабатывающий завод рядом с местным аэродромом. Российский телеграм-канал «База» писал, что дронами был атакован военный аэродром «Халин» рядом с Курском. Взрывы в Курске гремели и сегодня ночью. Губернатор региона заявил об очередной атаке беспилотниками. По его данным, в городе повреждены несколько зданий. Агентство ТАСС также писало о работе ПВО в Тульской области. В Минобороны России этой ночью отчитались о четырех сбитых беспилотниках на территории России. По данным ведомства, два были сбиты в Курске, еще два в Брянской области. И также в Москве заявили о четырех украинских беспилотниках, которые были сбиты над северо-западной частью акватории Черного моря и над аннексированным Россией Крымом. Так, начались взрывы, взрывы, взрывы в центре города. Вот так вот что-то горит. Прямо рядом с нами промчались ракеты. Это Севастополь. Пятая или шестая скорая проезжает, и еще пожарка вон поехала. Скорая, пожарка. Уже седьмая поехала скорая. Короче, так боюсь теперь туда ехать. Там, где были взрывы. А мне по-другому, другой дороги просто нет. Это, короче, капец. Так страшно. Ну, а вот это тоже кадры из аннексированного Россией Крыма. Ну, а кадры минувшей пятницы. В пятницу днем ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. В момент попадания одной из ракет попал на видео. ВСУ заявили, что удар по штабу был нанесен в то время, когда в здании проходило совещание руководства Черноморского флота России. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинской службе «Голоса Америки» заявил, что в результате атаки погибли по меньшей мере девять российских военных. В российском Минобороны заявление Киева не подтвердили и не опровергли. Сначала российское ведомство сообщило, что в результате ракетной атаки погиб один российский военный, но позднее в этом сообщении появилась приписка – не погиб, а пропал без вести. Также в сообщении российского ведомства говорилось, что в ходе отражения ракетной атаки ПВО сбили пять ракет, однако было все-таки повреждено действительно историческое здание штаба Черноморского флота России. Ну а вот как последствия удара по Севастополю в пятницу описывал глава оккупационного правительства Севастополя Михаил Развожаев. Продолжаются работы по тушению пожара в штабе флота. Сил и средств достаточно. По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали. Даже выбитых стекол пока не зафиксировано. На следующий день, то есть в субботу, на следующий день после удара по штабу Черноморского флота, власти аннексированного Крыма еще дважды сообщали о ракетной опасности. Развожаев в своем телеграм-канале призывал местных жителей проследовать в бомбоубежище и публиковал инструкцию, как действовать во время ракетной атаки. Однако в соцсетях местные жители потом публиковали видео, в которых рассказывали, что либо не могут попасть в укрытие, либо вот эти бомбоубежища находятся в ненадлежащем состоянии. Ну вот, пожалуйста, у нас рядом Блюхера 9, укрытие в соседнем доме. Подходим, 3 метра, смотрим. Телефон. И все закрыто. Указатель укрытия. Там стрелочка, там стрелочка. Вот это, я понимаю, противоосколочная сетка. Раз. Два. Бронированная дверь. Здесь система вентиляции с фильтрами стоит. Такое бомбоубежище. Ключи, я не знаю, где. А вдруг у абонента этого телефона что-нибудь с телефоном? С 23 августа по 14 сентября, то есть в течение последних трех недель, согласно заявлениям Киева, украинские силы на оккупированном полуострове поразили два российских комплекса противовоздушной обороны С-400 «Триумф». По данным представителей СБУ, 14 сентября такая установка была поражена в районе Евпатории, а 23 августа вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут. И это все западное побережье Крыма. И сейчас вот эти удары по Крыму мы обсудим с Евгением Диким, военным аналитиком, командиром роты батальона «Айдар» украинской армии. В прошлом Евгении, здравствуйте. Доброе утро. Штаб Черноморского флота России в Севастополе. Я не военный эксперт, но вот мне казалось, что это должно было бы быть самое защищенное место в Крыму или одно из самых защищенных. Почему успешный удар ВСУ по штабу Черноморского флота стал возможным? Начнем с того, что самое защищенное место было поражено еще перед этим. Дело в том, что у этого самого Черноморского флота есть как бы обычный штаб, вот о поражении которого вы сейчас спросили. А вообще-то у них есть закрытый командный пункт, который делался в свое время еще как бы на случай Третьей мировой войны, то есть ядерной войны. И из этого закрытого командного пункта в случае Третьей мировой должно было осуществляться управление всем Черноморским флотом. Так вот, его поразили за пару дней до этого. И это, собственно, стало первым в этой нашей войне применением Storm Shadow именно для того, для чего изначально эта ракета создавалась. Storm Shadow – это изначально именно противобункерная ракета. У нее даже боевая часть этой ракеты, она на самом деле не одна, она из двух боевых частей. Первая проделывает дырку в довольно, ну, не скажу в любой толщины, но в довольно большой толщины бетоне. И тогда уже внутрь залетает вторая боевая часть, и там внутри разрывается. Ведь именно поэтому Storm Shadow в свое время поражали бункер Каддафи, бункер Саддама Хусейна, пещерные укрепления талибов. Но вот в этой войне до этого Storm Shadow именно по своему первоначальному назначению не использовался до прошлой недели. Как раз когда сначала поразили именно этот закрытый командный пункт Черноморского флота, вот когда местная власть заявила о том, что там произошло возгорание травы. Ну, разумеется, именно так выглядит возгорание травы, когда именно вот из одной точки валит густейший черный дым, причем масштаба так, издалека слегка похожа на атомный гриб. Ну, разумеется, именно так трава горит. Вот, так вот, честно говоря, для меня самого загадка не то, почему прошли ракеты. Это как раз нормально, сейчас мы это с вами разберем. Для меня загадка, почему уже после уничтожения закрытого командного пункта штабное совещание проводилось вот прям вот в штабе, как в мирное время. То есть вот все-таки, ну, людей иногда очень губит самонадеянность и недооценка противника. То есть это такой штаб в центре города, прекрасно известный всем. Разумеется. Поэтому для меня вообще, я же говорю, у меня эта самонадеянность просто потрясает. Но все-таки, видимо, психологически русский генералитет до сих пор еще живет в представлении, что вот на фронте опасно, а если ты уже не на фронте, то ты как бы в мирном дылу, куда враг не достанет. Ну, оказывается, вот теперь достанет. А подготовка к этому велась достаточно длительное время. Сейчас вообще вот то, что в медиа иногда выглядит, как такие, ну, разрозненные удары, вот там удалось, там прилетело. На самом деле мы наблюдаем хорошо распланированную операцию по, так сказать, поэтапному разбору обороны Крымского полуострова. Начинать отсчет я бы лично стал с операцией Главного управления разведки Минобороны Украины на так называемых вышках Бойко. Напомню, это нефтедобывающие вышки в северо-западной части Черного моря, которые с 2014 года были захвачены Российской Федерацией. И вот пару недель назад спецназ ГУР высадился на этих вышках и демонтировал там российскую РЛС. Вот эта РЛС, она как бы мониторила довольно большой кусок акватории. И с момента, когда ее демонтировали, ну, кстати, маленький офтоп, я не зря употребляю слово демонтировали, ее не уничтожили, ее аккуратно сняли и привезли целую на берег. Это РЛС последнего поколения, ее сейчас уже изучают и наши специалисты, и специалисты наших союзников. То есть это само по себе уже полностью оправдывало ту рискованную операцию, но все же главной целью было другое. После демонтажа этой РЛС открылся как бы целый сектор непросматриваемого моря. И по этому сектору непросматриваемого моря зашла вторая группа спецназа ГУР и уничтожила объект ПВО на мысе Тарханкут. Это вот вы говорите сейчас про С-400 Триумфов? Да, не то, что в Епатории, а то, что на Тархане. Вот. Сеть тогда обошли фотографии спецназовцев с флагом на Тарханкуте, но в данном случае подъем флага был не целью, это был как бы дополнительный бонус, а целью был С-400. Вот. Уничтожили его. Таким образом открылся неприкрытый сектор неба. Ну, видимо, этот сектор был все-таки недостаточно широкий. И после этого отработали нашей крылатой ракетой «Нептун», которую недавно, буквально пару месяцев назад, смогли модифицировать для ударов в режиме «Земля-Земля» по наземным целям. И так вот этим модифицированным «Нептуном» ударили по второму С-400, уже по тому, который в районе Евпатории. И вот уже без двух этих комплексов получилось, вот без РЛС на вышках Бойко и без этих двух комплексов С-400, получилось, что Западный Крым сейчас практически не прикрыт, ни с моря, ни с неба. И вот дальше в этот неприкрытый сектор начали заходить самолеты наших воздушных сил. Я напомню, что вот эти ракеты Storm Shadow... Самолеты со стороны моря? Да, совершенно верно. От Одессы. Вот так вот, ну, примерно, плюс-минус. Уже точно как они залетают, не наше с вами дело. Ну, так вот, суть в чем, вот эти самые скальпы, которые, они же Storm Shadow, которые я так нахваливал, у них все же есть один недостаток. Они не очень дальние. 280 километров максимальная дальность полета, поэтому с материковой Украины Севастополь не достанешь. А вот после того, как сделали вот эту дырку в обороне Западного Крыма, то наши Су-24, с которых работают, собственно, Storm Shadow, они стали подлетать прямо к побережью полуострова и уже оттуда запускать эти ракеты по Севастополю. Вот первым таким ударом был удар по судоремонтному заводу, когда был уничтожен большой противолодочный корабль «Минск», и когда была уничтожена подводная лодка «Ростов-на-Дону», что, кстати, стало первым в истории уничтожением подводной лодки крылатой ракетой. Ну, а дальше, вот, соответственно, пошло. То есть теперь, кстати, незамеченным как там ПМ-Медиа, прошел удар по мысу Фиолент, просто потому что, как бы, ну, не всем что-то говорит. Ну, Фиолент и Фиолент, что-то там горело. А дело в том, что на мысе Фиолент располагалась, уже теперь говорим в прошедшем времени, единственная часть именно РЭБ, радиоэлектронной борьбы Черноморского флота. То есть это та часть, которая должна была прикрывать от наших дронов, что морских, что воздушных, которые бы заходили со стороны открытого моря. То есть теперь уже и с той стороны, как минимум, существенная брешь именно в обороне полуострова проделана. И вот теперь, когда вот так надырявили его оборону, вот теперь, я же говорю, в эту дырку воздушные силы работают крылатыми ракетами, и, в общем-то, нет оснований ожидать, что это сейчас прекратится. Скорее наоборот. Такое впечатление, что хорошо пристрелялись. — Евгений, тут вот очень важная деталь, на которую я хотел обратить внимание. Реплика Михаила Разворжаева, глава оккупационного правительства Севастополя, он в пятницу написал, мы несколько минут показывали этот комментарий, он написал, что гражданская инфраструктура вокруг штаба флота в Севастополе не пострадала, даже выбитых стекол не зафиксировано. Это пишет, собственно, человек, который следит за Севастополем сейчас. Можно вот это принять, эту оценку главы оккупационного правительства Севастополя за высокую оценку работы ВСУ? Военный объект поражен, в гражданских объектах рядом, даже окна не выйдут. — Да. И вот это вот то, что называется стандарты НАТО в хорошем смысле этого слова. Это именно точковые удары по военным объектам противника. Вот, кстати, российские пропагандоны очень любят кричать про то, как вот после каждого нашего успешного удара они любят кричать, что ну где же, когда же мы наконец начнем бить по центрам принятия решений? Ну вот, собственно, удары по центрам принятия решений, вот они в реальности выглядят вот так. — Собственно, если говорить дальше про Крым, с учетом того всего, что вы описали, что нет РЛС, нет системы С-400, какие вообще еще объекты сейчас в Крыму остаются у российских военных, которые нужно поразить, чтобы вот это как-то существенно влияло дальше на ситуацию на фронте, на ситуацию на войне? — Там много чего есть. Вот Крым, на самом деле, давным-давно, еще в советское время, Крым превращен в одну громадную военную базу и в один громадный военный склад. Милитаризация полуострова вообще просто зашкаливала даже до оккупации в 2014-м, ну а после 2014-го она была доведена просто до абсурда. Поэтому там еще работать и работать. Ну, собственно, первая группа объектов — это Черноморский флот, который, скажем так, довольно сильно мешает нам жить постоянными запусками ракет «Калибр». Вот не далее, как этой ночью, опять был очередной удар исключительно, причем по гражданской инфраструктуре города Одессы. Вот, ну и в этом ударе основную роль играли как раз ракеты «Оникс» и «Калибр», запускавшиеся с кораблей Черноморского флота. Поэтому получается, что вот тут еще работать и работать над кораблями флота. Кстати, после поражения большого десантного корабля «Минск» в Севастополе три других больших десантных корабля срочно увели Ажвазовское море, что, кстати, показывает трезвую оценку командованием, могут ли они что-то теперь сделать с этими дырками в противовоздушной обороне. Это, похоже, признание, что нет, не могут. Да, то есть, конечно, группа объектов номер один – это корабли Черноморского флота. А группа объектов номер два – это именно склады, прежде всего, боеприпасов, из которых осуществляется снабжение оккупационной группировки на юге Украины, в Запорожской и Херсонской областях. Для них именно… Им не через Мариуполь из Ростова возят БК. Им БК возят именно с полуострова. И, разумеется, вот эти склады представляют для нас большой интерес. РЛС, думаю, над ними уже работают. С учетом уничтожения, как вы сказали, РЛС на западном, вот в западной части Крыма, Крымский мост, это восточная часть, Крымский мост и объекты там тоже в опасности? Ну, они давно в опасности. Если помните, по ним уже прилетало. Притом, прилетов пока было, дай Боже, три, насколько я помню. То есть, была диверсия с взрывом машины прямо на самом мосту. Ну, такое уже не повторишь, такое работает один раз. Все-таки, как бы я ни относился к русским спецслужбам, но после этого организовать проверку автомобиля, они в состоянии. Дальше был удар морским дроном. Сейчас против таких морских дронов установлены боновые заграждения, которые растягиваются между боржами в Керченском проливе, чем, разумеется, очень ограничивают там судоходство. Их приходится по очереди то открывать, то закрывать. Но, в общем, это тоже более-менее эффективная защита. Дальше третий удар был модифицированными нами, бывшими зенитными ракетами С-200. Как зенитные, они давно уже устарели. А вот при переделке их на ракеты Земля-Земля, они еще достаточно эффективны. И вот мы эту переделку сейчас осуществили. То есть, ну, я думаю, что рано или поздно эта артерия обречена, просто потому, что она очень нам мешает. Она для нас, в общем-то, по Крыму это объект номер один. Но окончательно считать, что Крымский мост вот прямо сейчас будет разобран, вот точно можно будет быть уверенным, когда мы выйдем к Азовскому морю. Все-таки доставать Крымский мост с северо-западной части Черного моря, ну, достаточно далековато. А вот после выхода к Азовскому морю он станет просто, ну, очень удобной, близкой мишенью. Евгений, спасибо вам огромное за вот эти детали, очень интересные детали. Евгений Дикий, военный аналитик и командир роты батальона Айдара украинской армии, в прошлом, правда, был гостем нашего эфира утреннего сегодня и помог нам, собственно, разобраться в том, какие объекты были поражены в Крыму и почему. Спасибо огромное. В последние дни было, мы еле-еле живы остались, да. Вот такие дела были. Страшные были. Там было и бомбежки, и всякие, не только в постах, а на селах, на всех сторонах. Теперь перемещаемся в Армению. Вот так, в ближайшие границы армянских город Горес прибывают беженцы из непризнанного Нагорного Карабаха. По данным Еревана, с территории региона в Армению уже въехали почти 3000 человек. Беженцев размещают в местной гостинице. Мы три раза воевали, три раза ехали-приехали, ехали-приехали. А сейчас мы, не знаю. Что там было, что произошло дело? Беспилотник, град, мы там и были, вот, шкараки. Мы все плакали. Я сейчас говорю, я хочу плакать, еще плакать, потому что я все оставила. Власти самопровозглашенного Нагорного Карабаха заявили, что регион хотят покинуть более 120 тысяч этнических армян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в это воскресенье обратился к народу и заявил, что правительство пытается выработать, цитата, международные механизмы, чтобы обеспечить безопасность этническим армянам Карабаха. Но заверил при этом, что Армения примет всех беженцев из региона. Напомню, что в свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что права армянского населения Карабаха будут обеспечены, в регионе будут проводить социально-экономическую интеграцию местного населения. Но детали вот этого плана азербайджанского правительства неизвестны. Самой непризнанные республики сейчас разоружают местных военных. Кадры оттуда публикует российское государственное агентство РИА Новости. По данным Минобороны России сдано более тысячи единиц стрелкового оружия и шесть единиц бронетехники. Ранее власти Азербайджана заявляли, что могут помиловать военных формирований Карабаха, если те сложат оружие, но никаких гарантий при этом не давали. Из-за ситуации в Карабахе, в Ереване уже почти неделю продолжаются уличные протесты. Участники акции недовольны действиями властей и требуют отставки. Премьер-министр Пашиняна сам уходить не собирается. Оппозиция анонсировала новый митинг на сегодня. И вот уже сегодня российское госагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Армении сообщает, что уже были задержаны 142 участника акции протеста, которые перекрывали улицы с требованием отставки премьер-министра Николы Пашиняна. Сейчас к нашему эфиру из Еревана присоединяется корреспондент армянской службы радио «Свобода» Лилит Арутюнян. Лилит, приветствую. Расскажите, действительно ли протесты сегодня уже продолжаются в Ереване? По последним данным, мы находимся сейчас в центре Еревана у здания правительства, которое уже несколько дней оцеплено полицией. Вы можете видеть, акции протеста в Ереване продолжаются. И они начались сегодня рано утром. Перекрывались улицы. В некоторых районах движение было парализовано. Полиция задержала многих участников протеста. Оппозиция вчера заявила, что в ходе митинга на площади Республики они заявили, что до 11 будут продолжаться акции протеста. Потом очередной митинг на площади Республики назначен на 6 вечера. В следствии нападения Азербайджана на Нагорный Карабах спустя 5 дней, по предварительным данным, есть около 200 жертв, 400 раненых, тысячи вынужденных переселенцев. По последним данным, это 6 утра по Армении. Из Нагорного Карабаха прибыли около 3000 вынужденных переселенцев. Всю ночь этот поток не прекращался. Правительство Армении сообщает, что около 1000 человек, которые предварительно нашли себе место для проживания, разъехались. Около 1100 правительство уже предоставило место для проживания. Последствием Международного комитета, Международного Красного Креста были вывезены 23 тяжело раненых человека из Нагорного Карабаха. Здесь вы можете видеть, что собрались на площади Республики. Проводятся акции протеста. Вот сейчас вы можете видеть. Да. Ливан Кочарян, значит, сын второго президента Армении, был арестован на месяц. Об этом несколько часов назад сообщили. Он был задержан 22 сентября во время акции в Ереване. По словам адвоката, следователь предъявил Ливану Кочаряна обвинение в насилии в отношении представителей власти. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обеспокоен возможным военным нападением Азербайджана на Армении, подчеркнув, что Баку угрожает территориальной целостности Армении. Макрон вновь счел неприемлемые военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, подчеркнул важность консолидации усилий по оказанию гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Кирилл Кривошеев, журналист, автор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Кирилл, приветствую. Наверное, главный вопрос, которым сейчас задаются все журналисты, что будет с населением Нагорного Карабаха, этническими армянами, которые там живут после того, как регион оказался под контролем Азербайджана. Что там происходит сейчас, Кирилл? Это очень важный вопрос, потому что ровно до этой ночи мы вообще не видели никакой эвакуации мирного населения и возникала конспирология с двух сторон на этот счет. То есть, соответственно, пророссийские армяне, те, кого репостит Маргарита Симонян в своем телеграм-канале, Мико Бадалян в частности, он утверждал, что это Пашинян против того, чтобы пускать людей в Армению, так как они настроены против него, могут участвовать в протестах и привести в итоге к окончанию его правления. При этом сам Пашинян и лояльные ему СМИ говорили об обратном, говорили, что это российские миротворцы якобы не выпускали людей и более того говорили людям, что они оттуда и не уедут. У Пашиняна в выступлении есть такой момент, якобы миротворцы специально собрали людей, сняли их на видео и сказали, никуда вы не поедете. При этом сегодня-то ночью люди стали выезжать потихоньку. Более того, известно, что, в общем-то, особенных препятствий для этого не создается. Но есть важный вопрос, будет ли это тотальная эвакуация или нет. Потому что, по всей видимости, на самом деле, оставлять какое-то количество людей в Карабахе в интересах всех трех игроков, я имею в виду, конечно, Россию, Азербайджан и Армению, потому что в Армении нет ресурса для размещения всех этих людей. Что бы ни говорил Пашинян, мне кажется, это огромный вызов. Это сравнить можно с Пятакским землетрясением 1988 года. Также Азербайджану просто не хочется выглядеть, как талибы, от которых бегут люди, чтобы спасти свою жизнь. А российским миротворцам нужно показывать свою эффективность, нужно кого-то защищать, чтобы была красивая такая картинка, чтобы нельзя было сказать, что их миссия провалилась. Вот поэтому, собственно, пока что, по всей видимости, даже Никол Пашинян, вот тут надо отметить, что это правда, он говорит с сомнением о том, что все люди уедут. Он говорит, мы должны добиться того, чтобы армяне Карабаха могли жить достойно в своих домах, но не очень понятно, что обеспечит это достойное проживание. То есть исключительно переговоры карабахских армян за Баку, то есть только так будут заключены какие-то договоренности, на которые он будет полагаться, или что-то еще. Вот это совершенно непонятно. Ну вот, Кирилл, я так понимаю, что мнение такое, что отъезд — это все-таки основной, что ли, сценарий? Единственный получается? Да вот, по-видимому, и нет. То есть пока что Пашинян, видимо, на что-то рассчитывает. То есть в его речи есть такое, если мы добьемся, они должны остаться. Если мы не добьемся, то мы готовы принять. Опять же, вопрос, насколько это правда. Потому что готовности какой-то в Армении, мне не очень понятно, куда могут переехать вдруг десятки тысяч человек. Ну то есть для этого же должны быть не просто какие-то палатки, для этого должно быть постоянное жилье. Не у всех есть родственники. Кто-то рассматривал Карабах как свою единственную родину. Где вдруг десятки тысяч человек найдут жилье, работу и средства на существование? Не очень ясно. А если вот анализировать эти заявления Баку, Ильхам Алиев говорит, что права людей в Карабахе будут обеспечены, этнических армян, и там будут проводить социально-экономическую интеграцию. Такой сценарий как возможен? Ну, я думаю, что здесь вопрос же не только в государственной политике, в желании государства, а в готовности самих людей. То есть как будет выстраиваться контакт не между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, а как будет выстраиваться контакт между жителем Нагорного Карабаха, который воевал против Азербайджана, и с азербайджанским чиновником, вот таким самым мелким, с паспортисткой, вот с, не знаю, там, с коммунальным рабочим. Вот, как это будет выстраиваться, и на это ответа пока нет, потому что уровень ненависти можно оценивать по соцсетям. Люди открыто пишут такие вещи, за которые вообще-то должна быть предусмотрена какая-то ответственность. Это просто призывы к насилию, призывы к геноциду или к жестокости. Вот, но это есть с двух сторон, просто пишут, что мы будем резать, да, или там, Карабах без армян. Такое встречается достаточно часто, как быть с этим напряжением. Пока что не видно, чтобы кто-то даже пытался его снимать. Ну вот, а если говорить о причинах всего того, что произошло за последние две недели. Вот экономист Рубен Николопов, армянин родан из Карабаха, он в интервью «Медузе» допускал, что договоренность о действиях Азербайджана в Карабахе могла быть достигнута, как ни странно, на последней встрече Путина с президентом Турции, Раджепом Таипом Эрдоганом, в начале сентября. Тогда, в общем-то, никакой информации об этом не было. Все СМИ тогда писали, что Путин и Эрдоган не смогли договориться о зерновой сделке. А вот ты как думаешь, версия Николопова вообще имеет право на осуществование, что Путин и Эрдоган об этом говорили? Ну, я думаю, что такой сценарий крайне невыгоден для России, ну просто максимально. Ну потому что Россия показывает, Россия теряет позиции, да, Россия теряет симпатии, которые, кстати говоря, у нее были же в Армении, то есть несмотря ни на что на Россию рассчитывали. И вдруг такое, то есть что же Эрдоган должен предложить взамен? Я конспирологии по поводу того, что Путин, что это Путин договорился с кем-то, с Алиевым или с Эрдоганом слышу очень много, но не очень понимаю, какой здесь мотив у Путина на это идти. То есть что же должны ему предложить? Пока что мы не видим ничего существенного в этом отношении. Более того, армяне часто говорят, что России и так нужен Зангизурский коридор, который как бы следующая цель Баку, да, что вот они готовы на это пойти. И там конспирология, опять же, вокруг того, что Шойгу был в Тегеране. Но я думаю, мы сами можем предположить, зачем Шойгу нужно в Тегеран было ездить. А Зангизурский коридор, опять же, не создает особых логистических преимуществ для России. Более того, он как бы часть того длинного маршрута из Китая в Центральную Азию, из Китая, простите, в Европу, который в обход России. То есть для России это, наоборот, невыгодно. России нужно, чтобы товары из Китая в Европу шли по Транссибу. Чего пока, правда, нет и, видимо, не будет. Но такая же наша цель. А здесь обратный какой-то тренд. Кирилл, тут, наверное, требуется пояснение для наших зрителей. Зангизурский коридор – это такая полоска, которую, в общем, хотел бы Азербайджан контролировать, по территории Армении на границе с Ираном, верно? Да, да. Ну, там, собственно, возникал главный вопрос о том, кто будет осуществлять. То есть будет ли в этом коридоре армянские КПП, когда азербайджанский груз заезжает и пересекает Армению насквозь, будет ли он проходить армянскую таможню? Ну, сами азербайджанцы, кстати говоря, их же никто не просил так говорить, они говорили, что будет так, как в Лачинском коридоре. В Лачинском коридоре есть полноценное азербайджанское КПП. Там все пересекают азербайджанских пограничников. Стало быть, так же должно быть и в Зангизурском коридоре, видимо. Но там будет, да, отдельная роль ФСБ России, потому что так прописано в стороннем соглашении. И, ну, я считаю, что это стабилизирующий фактор в данном случае, потому что сами армяне и азербайджанцы не договорятся, а вот российские пограничники могут хоть как-то что-то обеспечить. Да, про коридор понятно. Многие сейчас его называют следующей военной целью Баку. Но вот если говорить про Армению, вообще как можно оценить ситуацию в самой Армении? Раньше казалось, что, не знаю, оставление Карабаха обязательно буквально сметет любое правительство в Армении. Вот сейчас так уже не кажется? Ну, да, так не кажется, потому что абсолютно нет перспектив. То есть, на самом деле, все разговоры о том, что правительство будет сметено, что до Карабаха за последнего, они как-то вот строились вокруг какого-то, знаете, вообще не подвергающегося сомнению тезиса, что нам обязательно помогут. Что вот без вопросов сдать Карабах Азербайджану, это все равно, что отдать евреев Гитлеру, да? Вот это примерно так то же самое. Поэтому, конечно же, ни Россия, ни западный мир просто не позволят этому случиться. Но это совершенно не так. Это вот просто произошло. И ни у кого нет особенных аргументов, чтобы в это вмешаться. Вот. К российским миротворцам, опять же, я выступаю их адвокатом в разных случаях, потому что у них не было никаких полномочий защищать Карабах от, соответственно, перехода под полный контроль Азербайджана. Это политики написали такое соглашение. Конкретно люди, которые стояли в Карабахе, они были исполнителями. И надо сказать, что во всех спорных вопросах, когда это было можно делать подспутно, они армянам подыгрывали. В пользу Армении, но, опять же, главные вопросы решали совсем не, даже не командующие, не генералы, а понятно где. Кирилл, спасибо огромное за аналитику. Сложно разбираться в этом конфликте, в этом сложном конфликте. Кирилл Кривошеев, журналист и автор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, был гостем утреннего эфира настоящего времени. Спасибо. До свидания. Ну и вот завершая эту тему, вообще конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Карабахской территории, это история даже не одного десятилетия. Три года назад очередная эскалация привела к боевым действиям в подписании очередного уже мирного соглашения. Но вот история конфликта, начиная с 80-х, в нашей справке. В 80-е годы населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991-го объявила о создании Нагорно-Карабахской республики. Начался вооруженный конфликт, за первую острую фазу которого в регионе погибли около 30 тысяч человек. Непризнанный Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч людей, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами. Так называемая Нагорно-Карабахская республика официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Армении. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана. После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял символически значимый город Шуша. На следующий день после этого премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении дня в Нагорном Карабахе. Азербайджан предложил Армении пять пунктов в качестве условий для мирного соглашения. Взаимное признание границ, отсутствие территориальных претензий, отказ от применения военной силы и силовых угроз, демаркация границ и открытие транспортных коммуникаций. Армянская сторона на все согласилась. Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии гарантии безопасности карабахским армянам и создании международных механизмов обеспечения этих гарантий. За Арменией и Азербайджаном были закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Баку вернул под свой контроль значительную часть территорий Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, занятых армянскими войсками в начале 90-х годов. Вдоль линии соприкосновения была размещена миротворческая миссия России. Армения утверждает, что сейчас в Нагорном Карабахе ее войск нет. В последние месяцы гуманитарная ситуация в регионе была близка к катастрофической. Не хватало продуктов, топлива и лекарств. Жители говорили, что находятся на грани голода. Ереван обвинял Баку в фактической блокаде региона. Власти Азербайджана утверждали, что под видом гуманитарной помощи Армения привозила в регион войска и боеприпасы. А сейчас ко мне присоединяется Анна Боровко, чтобы познакомить вас с другими новостями этого утра. Нань, привет. Тебе слово. Леша, привет. Президент США Джо Байден планирует предоставить Украине атакам. Об этом пишут сразу несколько ведущих американских и британских СМИ. Речь о варианте ракет, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 километров. Британская газета Financial Times, ссылка на свои источники, сообщила, что решение о предоставлении такого вооружения было принято еще до визита Зеленского в США. Но в администрации Байдена решили сразу не разглашать эту информацию. Два американских СМИ, телеканал NBC News и газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного представителя в американской администрации, написали, что Джо Байден при встрече пообещал Зеленскому небольшую партию ракета Такамс. Как утверждает Wall Street Journal, они будут доставлены в Украину в ближайшие недели. В издании Washington Post утверждают, что Киеву поставят Атакамс с кассетными боеголовками. Ни в США, ни в Украине эти сообщения официально пока не подтверждают. При этом по итогам встречи Байдена и Зеленского представители Белого дома заявляли, что Атакамс в новый пакет военной помощи Украине не войдет. Но вопрос об их поставке продолжает обсуждаться. В оккупированной части Донецкой области назначенные Россией властью ввели военную цензуру и запретили выезд чиновников за границу. Такой указ подписал назначенный Россией глава оккупационного правительства Денис Пушилин. В документе, который вступил в силу накануне, речь идет о введении комендантского часа по будням с 11 вечера до 4 утра. В это время запрещено находиться на улице, ездить на машине без специального пропуска. Также указом Пушилин запрещается проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетов и забастовок. Ну а еще вводится военная цензура в отношении почтовой переписки, сообщений в соцсетях, электронных писем и телефонных разговоров. Правда, что именно под этим подразумевается и как будет исполняться, пока не ясно, порядок должны разработать в управлении ФСБ. Вдобавок указ требует установку блокпостов, фильтрационных постов и КПП на границах оккупированных частей Донецкой и Луганской областей с Запорожской областью. Полиция на севере частично признанной республики Косово застрелила троих из 30 вооруженных людей в масках, которые накануне открыли огонь по правоохранителям. Как пишет русская служба BBC, в ночь на воскресенье в Косово полицейские во время патрулирования обнаружили два грузовика без номерных знаков, которые блокировали въезд на мост через реку Ибар, разделяющую албанскую и сербскую части города Косовска-Митровица. По сообщению Косовской полиции началась перестрелка, один полицейский был убит и двое ранены. Затем вооруженные люди вошли на территорию Баньского монастыря. По данным полиции Косово, власти арестовали несколько человек и захватили много оружия, но пока не ясно, всех ли вооруженных людей удалось задержать. Премьер-министр Косово Альбин Курти призвал их сдаться и заявил, что атаку группы поддерживало правительство Сербии. Президент Сербии Александр Вучич в свою очередь назвал убийство Косовского полицейского абсолютно ужасным, но ответственность за инцидент возложил на Курти. Космическое агентство США НАСА успешно вернуло на Землю почву, собранную с поверхности астероида. Это самый большой когда-либо собранный образец. Капсула приземлилась в пустыне Юта к западу от города Султ-Лэк-Сити. Так завершилась шестилетняя миссия аппарата Асирис-Рекс. Его отправили на астероид Бенну в 2016 году. Аппарат находился на орбите астероида около двух лет, и только в октябре 2020 года он собрал первые образцы горных пород. Миссия Асирис-Рекс даст людям новое знание о формировании солнечной системы и происхождении жизни на Земле, но еще должна помочь точнее предсказать орбитальный путь астероида Бенну. Все потому, что этот астероид считают одним из самых потенциально опасных для Земли. Есть вероятность, хоть и небольшая, что он столкнется с нашей планетой в конце 22-го столетия. Если точнее, то это где-то между 2169 и 2199 годами. Ты боишься такого Армагеддона, Леш? Аня, я тут побуду немного Юрием Дудем. Аня, сколько тебе будет хотя бы в 2169 году? А ты оптимист, Леша. Я думаю, что мне уже будет нисколько лет. Ну вот, в общем, и я не боюсь, и даже не по этой причине. Я просто верю, что ученые, скажем, из НАСА или из, не знаю, из какой-нибудь компании, вроде компании Илона Маска, к тому времени придумают способ, вот как такие астероиды сбивать. И ситуации, как в фильме «Не смотри вверх», мы не увидим. Аня, спасибо огромное. Анна Бравко. Сегодня с новостями об Армагеддоне. Ну вот, об Армагеддоне мы только что говорили. Космическом, но во второй половине выпуска у нас тема все-таки пугающая тоже, без шуток. Россия, США и Китай за последние годы построили новые объекты, вырыли новые туннели на ядерных полигонах. Об этом сообщил телеканал CNN. Журналисты изучили спутниковые снимки трех ядерных полигонов в трех разных концах Земли. За последние 3-5 лет на всех трех полигонах появились новые подгорные туннели и складские помещения. Российский ядерный полигон находится на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане, Американской, и в пустыне Невада, а Китайский, и в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Расширение российского ядерного полигона на Новой Земле аналитики заметили в феврале 2022 года. Судя по спутниковым снимкам, с 2021 по 2023 год на полигоне велось масштабное строительство. В порт прибывали корабли и новые транспортные контейнеры. Зимой расчищались дороги, а в арктических горах прорывались туннели. Американский полигон в Неваде, согласно спутниковым снимкам, был значительно расширен в период с 2018 по 2023 год. Представители американского Минэнерго и НАСА в ответ на запрос CNN на комментариях рассказали, что на полигоне в Неваде проводится, цитата, «рекапитализация инфраструктуры и научных возможностей», что включает в себя закупку новых передовых технологий для тестирования оружия без ядерных испытаний. А вот на китайском полигоне в дальнем западном регионе Синьзяна на высохшем соленом озере между двумя пустынями за последние годы был раскопан новый пятый подземный туннель, а также построены новые дороги. Сравнение изображений, сделанных в 2022 и 2023 годах, показывает, что груда грунта на поверхности постоянно увеличивается, и это заставляет аналитиков полагать, что туннели расширяют. Кроме того, за 2021 и 2022 годы было построено новое хранилище для взрывчатых веществ. В заявлении для Синьзяна Министерство иностранных дел Китая раскритиковало данные журналистов как раздувающие ядерную угрозу Китая и назвало их крайне безответственными, подчеркнув, что Китай не проводил ядерных испытаний с 1996 года. К слову, США не испытывали ядерное оружие с 1992 года, а Россия не делала этого еще с советских времен, с 1990 года. К слову, в Москве на запрос Синьзяна об активности на полигоне на Новой Земле не ответили. Эту тему мы сейчас обсудим. К нашему эфиру присоединяется Максим Старчак, эксперт по российской ядерной политике и научный сотрудник Центра международной оборонной политики университета Куинс в Канаде. Максим, здравствуйте. Доброе утро. Как вы оцениваете данные Синьзяна? Россия, Китай и США не испытывали ядерное оружие с 90-х. Зачем сейчас строить новые объекты на ядерных полигонах? Ситуация в мире с контролем за ядерными вооружениями становится все хуже. И, соответственно, все государства пытаются быть готовыми на случай непоредвиденных обстоятельств. С учетом того, что число межконтинентальных баллистических ракет у Китая увеличивается, Соединенные Штаты, соответственно, хотят быть готовыми на всякие случаи. Матдар иницирует свои возможности. Российская Федерация, соответственно, не заявляла, что она на новой земле никогда ничего не будет делать. Соответственно, еще с 2002 года Россия заявляла, что она будет поддерживать полигон на новой земле, с тем, к учетам, что при необходимости там можно было снова возобновить ядерные испытания. Максим, ну вот действительно, вы говорите про Россию, не говорила, что не будет использовать полигон. Тут просто очень интересен момент. А вообще зачем сейчас, в принципе, нужно испытывать и разрабатывать новое ядерное оружие? Для чего, в принципе, такие испытания необходимы в современности? Ни одно из указанных вами государств не заявляет, что оно завтра, через месяц или через год обязательно проведет эти ядерные испытания. И в России, соответственно, у официалистов ядерных центров есть двоякое к этому отношение. Одни заявляют, что никаких ядерных испытаний Российской Федерации, соответственно, не надо. Надо, мы можем поддерживать свой ядерный арсенал не ядерными экспериментами и, соответственно, моделированием на компьютерах. Другая точка зрения, соответственно, состоит в том, для того, чтобы быть уверенными в мощностях и способностях российского ядерного оружия, ядерные испытания нам необходимы. И, соответственно, нужно быть готовыми. А учитывая то, что мировая ситуация сейчас крайне нестыктабильна, Российская Федерация в том числе собирается заявить всему миру, что возможности для натурных испытаний у нее есть. И в любой момент она может порой демонстрировать свою ядерную мощь и заявить о том, что она готова осуществить ядерный удар, если на это будет необходимость. То есть, если я правильно понимаю вашу мысль, полигоны ядерные нужны, чтобы провести там испытания, и это само испытание является, по сути, ядерной угрозой, верно? Да, в том числе об этом, соответственно, заявляют большое число военных экспертов, которые обслуживают путинскую власть. Для них испытание ядерного оружия – это, соответственно, еще одна возможность напугать Запад, североатлантический хальянс, с тем, чтобы они все-таки обратили внимание на то, что Россия является ядерной державой и учитывали ее мнение. У меня, знаете, последний вопрос у нас около полутора минут остается. Не только Россия сейчас расширяет, как мы видим из текста CNN, свои ядерные полигоны испытательные, укомплектовывает их чем-то новым, это еще делают и США, и Китай, а какие-то международные конвенции запрещают вообще оборудование таких полигонов, их использование, или это не регулируется в принципе? Существует договор о запрещении ядерных испытаний, но он заключается исключительно в испытании натурных на земле, под землей, в воздухе. Соответственно, неядерные испытания, которые тоже проводятся на этих же самых полигонах, никто не запрещал. И, соответственно, модернизировать их возможность имеется. То есть это для неядерных испытаний все-таки их модернизируют? С сожалению, мы об этом не знаем. Я лично считаю, что с февраля этого года Россия все же готовится к тому, чтобы быть способной провести ядерные испытания. В феврале, соответственно, Владимир Купутина бы там заявил федеральному САБ ранее, а потом министр Шойгу посетил, соответственно, этот полигон. Максим, ясно. Спасибо вам огромное. Наш эфир, к сожалению, заканчивается. Максим Старчак, научный сотрудник Центра международной обороны и политики университета Квинс в Канаде, объяснил вам, зачем Россия, США и Китай модернизируют ядерные полигоны. Так, это программа «Утро» на канале «Настоящее время». Не забывайте поставить лайк в конце нашей трансляции в Ютубе или Фейсбуке. Включайте нас завтра. Меня зовут Алексей Александров. Хорошего вам дня и до встречи.